так ну что здравствуйте дорогие друзья все продолжаем изучать мишли мишли притча царя соломона мудрейшего из людей и мы значит увеличиваем свою мудрость и главное служим богу выполняем самое главное зачем человек создан служить богу человек создан служить богу а зачем тогда бог его создавал опять же служить тоже не расти служить это значит расти богу то ничего не надо от нас ему наша служба не нужна ему нужно чтобы мы росли и развивались и выходили на следующий уровень game в игре вот влад косов нас смотрит это редактор портала воикра влад молодец какой и яков шатадин тоже директор портала воикра молодцы и влад пожалуйста влад сделать статью вот уже по восьмой главе да есть все у нас перевод всех отрывков и там есть вот эти вот мои уроки надо вставить после каждых вот я про три по четыре отрывка мы проучили туда надо вставить телевизорик этот вставляем туда телевизорик и чтобы человек мог спокойно проучить повторить поделиться каким-то уроком чтобы можно было технично изучать все дорогие друзья мы значит сейчас изучаем восьмая глава и мы дошли до тридцать четвертого отрывка тридцать четвертый отрывок восьмой главы он значит до этого нам рассказал шлома малах царь соломон рассказал что все мироздание было создано по торе и для торы и он показывает насколько этот мир весь он ну он структурирован насколько бог вот этот всесильный до который сап который создал все силы и всю эту систему создал насколько он не управляет насколько он через тору все это передает и дальше он нам говорит чуть на один пасуг вернемся он говорит шиму мусар в хахму он говорит слушайте мусар начните с мусара начните с того чтобы управлять собой то есть начните с тобой с того чтобы поставить себя под свой контроль потому что обычно человек он он как его несет в разные стороны он не контролирует себя он верит начните с того первое мусар это поставьте себя под контроль своего разума это первое без этого невозможно учить тору невозможно подчинить животную природу божественной если у тебя нету контроля над животной природы значит служите мусар это было тридцать третий отрывок и тогда вы хахму и тогда к вам придет божественная мудрость то есть тогда вы сможете себя подготовите к тому, чтобы принять божественную мудрость. Это есть шалом всем, кто заходит. Есть очень написано в Пертиавод. В Пертиавод есть мудрецы, которые были ученики Рабан Йоханена бен Закая. И там был среди них Раби Элизар Бен Арах. Раби Элизар Бен Арах, который говорил, что есть три как бы его была совета. И он говорил, что там есть такая, по-моему, это он говорил. Или нет, это говорил Раби Йоси Ахасид Иттин Ацмыхали Лимот Тора. Подготовь себя к изучению Торы. Раби Йоси говорил. То есть нужно себя подготовить, и вот этот вот мусар, это ты себя готовишь к тому, чтобы принять Тору. Потому что иначе не на что ей сесть. Тридцать третий отрывок. Послушайте мусар, и станете вы мудрецами тогда. То есть тогда вы получите хохму, вальте фрау, и вы не будете расхрыстаны. Потому что если у человека нет этого мусара, его расплющивает, расколбашивает. Я только что был в Москве и проводил там, был модератором на мероприятие, огромное мероприятие, трансформация 3. Там было там несколько, больше 10 тысяч человек. И выступали с полчасовыми лекциями, выступали разные, не лекциями, выступлениями, разные люди. Бизнесмены, миллиардеры. Тимур Бекмамбетов, режиссер известнейший голливудский. Каждый выступал со своим взглядом на мир. И я людям, которые пришли в зал, я им говорю, смотрите, вот вы сегодня, ваша операционная система, ваше мышление, дает вам ваши сегодняшние результаты. Сейчас выходят люди, у которых мышление работает по-другому, и они получают жизни большие результаты. Говорю, если вы сейчас сядете и откроетесь, и поймаете какую-то их программу, то у вас будет трансформация мышления, и как следствие трансформация жизни. Понятно? Понятно. Я перед каждым выступаю, говорю, вот у вас будет трансформация, после каждого я выступаю, говорю, сделайте 3П, вытащите какие-то мысли, которые вам важны, запишите, потом повторяйте, ну, чтобы реально трансформировать свое мышление. А сам-то я тоже слушаю, сам-то я тоже с ними общаюсь. И вот я выхожу потом оттуда, с этой трансформации, и я чувствую, что у меня голова просто, она рассинхронизировалась, потому что у каждого из них свой взгляд на мир, у каждого из них своя система. И их системы, они, это не духовные системы, это системы по заработку, ну, в основном это как зарабатывать деньги. И там были ребята, самые успешные сейчас, молодые ребята, которые там миллион долларов в месяц зарабатывают, там вообще такие. Я потом с ними, а я потом брал у самых интересных, я брал потом интервью, их три главных жизненных принципа, мне было интересно узнать. И, значит, вот эти вот ребята-миллионеры, они там со мной поговорили, а потом один говорит, а знаешь, говорит, а сейчас я еду лечиться. Я говорю, в смысле? Он говорит, я просто с ума сошел от того, что все эти изменения со мной произошли. Я, говорит, вообще не могу спать, это еду к психотерапевтам, потому что у меня голова, говорит, просто, ну, то есть он как бы увидел, что, ну, я к нему реально хорошо отношусь, мне интересно. Он со мной так уже личным поделился. Значит, он говорит, я просто не могу голову теперь собрать, потому что у меня в разнос пошло, ну, то есть, когда на тебя идет вот такой вал денег, там, возможности, ответственности, оно, вот это вот то, что нам сказал в тридцать, в тридцать третьем отрывке царь Соломон. Он нам сказал, парни, говорит, послушайте мусар, прежде всего психология, то есть вы должны управлять собой, своим мышлением. Второе, и хакму, и тогда на вас сядет система божественная, как правильно жить. Единственная, правильная, аксиомная операционная система создания мира. Вальти фрау, и тогда вас не пустит вас в разнос, тогда вас не расплющит, не расколбасит, не разнесет, то есть, тогда вы сможете пройти этот жизненный путь собрано. Дальше, тридцать четвертый отрывок, он говорит, и какой будет результат? Ашры, Адам, Шуме, Али. Он говорит, счастлив человек, который слышит меня. То есть, Бог через Тору, через Шлома, Мелаха, он говорит, счастье, вот этот момент, то, к чему все стремятся, все стремятся к счастью. Так он говорит, счастлив человек, который Шуме, Али, счастлив человек, который слышит меня. То есть, то, что мы говорим два раза в день, Шма, Исраэль, слушай Израиль, услышь Израиль. Это Бог обращается и говорит, Шма, Исраэль, Ашем, Илокейна, Ашем, Ихат. Бог всесильный наш, Бог один. Все. То есть, есть система, ты не должен ее выдумывать, создавать, придумывать, искать. Все есть. Возьми эту систему, иди по ней. Все. Значит, счастлив человек, услышавший меня, Шуме, Али, Лешкот, Альдалтатай, Йом-Йом, который настойчиво стучит в мои двери, Йом-Йом, каждый день. То есть, тут тоже интересно, я это на себе прочувствовал. Я, там, мне было 26 лет, когда Хазар Тибетшува стал религиозным. И я, значит, уехал в Израиль, сел в Яшиву и погрузился в Тору. Все. Тока Тора нон-стоп, от пробуждения до, от рассвета до заката, только я учил Тору без остановки. В дороге, в пути, наизусть, в Талмуд, разбирался, вот полностью погрузился. И меня, значит, жух собрало. То есть, у меня из моего старого состояния расплющенного собрало, вообще я был, ну, просто собранный такой красавчик, вообще. Потом я начал изучать, там, психологию, все эти вот эти вещи, тоже вроде бы то, что должно собирать, да, там, Стивен Кови. То есть, оно, это как бы, ну, это способ жизни, который как раз, он для того и нужен, чтобы собраться. И вроде бы я собрался. Но как только ты выходишь во внешний мир, а внешний мир, он полностью рассинхронизирован. То есть, это люди, которые полностью внешним миром управляют сумасшедшие. Реально сумасшедшие. Нормальные люди не управляют миром. Потому что для того, чтобы выйти на, там, на уровень правительства, например, да, на уровень известной личности, это нужно быть сумасшедшим. Ну, то есть, нужно быть неординарным и нужно сломать правила. То есть, выйти из общей массы и сказать, нарушить, в общем, правила, да. Все, которые управляют миром, это люди, которые нарушают правила. Теперь, поэтому мир вот вот так вот он и несется в разнос. Тут там эти Ладерфельды, тут эти Пьеры Декубертены, то есть тут всякое такое, ну то есть идет все в разнос. А нормальные люди, они просто находясь под этими всеми влияниями, их все время куда-то несет. Их куда-то несет, тут общество потребления, тут маркетологи, тут успешный успех, тут значит то. И нормальные люди, они просто включаются в какую-то гонку, которую придумали ненормальные люди, и по ней бегут. Теперь нас царь Соломон через притчи, он возвращает к истокам, к заводским установкам. Он говорит Ашры Адам Шуме Али. Счастлив он, прямо это обещание, счастлив человек, который слышит меня, но для этого что нужно? Лишко Дал Татай Йом Йом. То есть нужно постоянно свою вот эту вот систему мышления ее возвращать к Торе и все время просить, то есть как оно работает. Тот, кто пришел очиститься, ему с неба помогают. Мы уже учили, что если ты будешь искать ее, как Кесов Техпасеновы, как Матманим, сейчас, Имка Кесов Тевакшеновы, как Матманим Техапсена, Аставина Раташем. Мы учили, так там написано, что если ты будешь искать божественную мудрость, как люди ищут серебро, как серебро, как за деньгами люди гоняются, и как сокровища, ты будешь их разыскивать, Аставин и Раташем, тогда ты Тавин, тогда ты поймешь и трепет страх перед Богом, Ведат и Латим Тимсай, и получишь ты познание божественное, то есть Бог тебе это вставит в голову. Но что от нас требуется? От нас требуется Лишкот Аль Дал Татай Йом Йом. То есть каждый день стучаться в эту дверь. Стучитесь, 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 просите Бога, и Бог все открывает. Лишмор Мезузот Птахаи И охранять Мезузы, Мезузы это как косики, косики ворот, входов моих, да, входов моих. То есть здесь, опять же, есть здесь, от каждого из нас, у нас есть выбор, свобода выбора, в каком направлении ты двигаешься. Написано, тот, кто хочет очиститься, ему с неба помогают. То есть когда ты идешь к Богу, идет помощь. Тот, кто хочет запачкаться, ему не мешают. Давай. Веришь ты в Бога, значит, Бог, он берет тебя в, это называется, ажгаха протит, индивидуальное проведение, и он начинает с тобой работать. Ты говоришь, Бога нет, значит, я разговаривал тоже недавно в Москве с одним человеком, значит, он такой, только он продал компанию за 35 миллионов долларов, такой еврей, значит, кандидат наук математических, такой умный, веселый, симпатичный. Я ему говорю, слушай, а что же у тебя с религиозной, это твоей вообще, ну, говорю, как знаешь, вы чих будете, как бы, а чих будете. Говорю, он, не, 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 Бога нет, все, Бога нет, один математик доказал, что Бога нет, типа. Я ему говорю, ну, хорошо, а другой математик, Паскаль, доказал, что, ну, то есть человеку выгодно верить в Бога, и даже если нет доказательств, все равно математически правильнее верить в Бога, вечную жизнь, что то, что ты теряешь из-за этой веры, и то, что ты потенциально можешь найти, это не сравнимые вещи, да? Он говорит, не, 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 я говорю, ладно, а ну-ка, говорю, чуть, расскажи про себя, а как ты живешь, говорю-то, ты жена, дети есть, не развелся, развелся с женой, все, сам живу. Я говорю, а чем же ты живешь, зачем ты живешь, ну, чем ты-то, жизнь твоя занята, деньги у тебя уже есть, и я думаю, ну, родной девы, ну, что девочки красивые, что тебе дадут эти девочки красивые, которые все, в принципе, проститутящие, которые только смотрят на бабки, и которые, ну, в принципе, им ничего, а тебе, кроме денег твоих, не надо. Как может человек умный, с такими ресурсами, думать только о девочке, девочке? И по большому счету, это, ну, я не знаю, счастье, а тут несчастье, нельзя залезть к другому человеку в голову, но то, что это бесперспективно и глупо, это факт. Значит, а что нам говорит Бог? Бог нам говорит так, что счастлив человек, слышащий меня, который стучится в мои двери, в божественные двери, йом-йом каждый день, и который сохраняет мезузот тахай, который сохраняет вот эти вот косети своих дверей. Значит, что имеется в виду косети дверей? В каждого из нас заходят ежедневно огромные объемы информации, огромные объемы информации. То есть человек, который просто, вот сейчас мы там учим Тору, сколько мы уже учим Тору? Так, мы учим уже Тору 13 минут 46 секунд. Значит, мы получили Тору 13 минут 46 секунд. Потом, если открыть Инстаграм, я, например, два дня назад, я отписался практически от всех в Инстаграме, я оставил там 35 человек, и решил даже вообще лучше не заглядывать. Почему? Потому что, когда ты открыл свои глаза, вот твой первый вход, самый главный вход в твою голову, это глаза. И человек, который открыл свои глаза, что он видит? Он видит, ну, первое, Инстаграм, Фейсбук, соцсети, это все инструменты зацепить внимание. А что зацепляет внимание человека? Разврат, ну, секс и страх. И там повеселиться, ну, уйти как бы от себя, уйти куда-то в какую-то виртуальную реальность, чтобы не думать о себе. То есть, все вот эти вот развлечения, хлеба и зрелища, зрелища нужны для того, чтобы уйти от себя и провалиться куда-то, чтобы просто какое-то время не помнить, как тебе плохо, и как тебе страшно, и как тебе непонятно, куда идти, и зачем жить. И вот человек провалился, да, провалился он в какое-то зрелище, а тут ему в этот момент, у него уже открыл, у него вход-то открыт, ему рекламные гарпуны в голову, ему, знаешь, бах, и вот эти маркетологи, только он открылся, ему сразу, следующий гарпун, вцепили его, и давай его тянуть по, это называется воронка продаж, знаешь, воронка продаж, сюда его, и зацепили, и вот эти вот ребята, миллионеры, которые, да, они выступали, я просто восхищаюсь, они просто, они просто настолько манипулируют, я, ну, то есть, они эту презентацию выстраивали долго, ну, а я ее расписал, я, вот они, тут они давят на боль человека, тут на боль, тут на страх, тут они, оп, и вот зацепляют, тут они зацепляют, тут они зацепляют через удовольствие, тут они манипулируют через там жену детей, то есть, они построили так презентацию, понятно, что люди им платят сейчас миллион долларов в месяц, при этом результат у них не получает никто практически, потому что то, что они продают, и потом люди не получат результат, и они это знают, поэтому ему и страшно, поэтому реально ему и страшно, потому что он чувствует, что, а деньги, которые он сейчас получает, он потратит на врачей, и на то, что у него там сейчас вдруг стало там 150 человек работать, а он не знает, как ими управляться, то есть, это все такая бесполезная игра, но он, а ему в мозг, зачем ему нужны деньги, а его точно так же, как он манипулирует людьми там за несколько тысяч долларов, так же точно им манипулирует, выступал другой человек, он говорит, для того, чтобы человек, который может купить Бентли, переступил порог салона, вложено в рекламу этого Бентли, чтобы его проманипулировать им, 200 тысяч рублей, это 3 тысячи долларов, уже потрачено на то, чтобы его привезти, и чтобы он только переступил порог этого автосалона Бентли, да, то есть, он точно так же, он манипулирует людьми, вытаскивает из них деньги, для того, чтобы переступить порог Бентли, и купить машину Бентли, все, вот и вся игра не меняется, то есть, одни и те же правила, только на разных уровнях, теперь нам говорит царь Соломон, счастлив человек, который слышит меня, стучит в мои двери, в божественные двери, то есть, он переходит на следующий уровень своего духовного развития, это не пустая жизнь, это ты растешь, ты двигаешься, у тебя есть цели, у тебя есть интересы, и ты работаешь на себя, на свою вечность, чтобы потом перейти в вечный мир, с бонусами, а вдруг его нету, ну хорошо, тогда работай для Бентли, Бентли, это все равно, даже если ты ее получишь, даже если ты ее получишь, то ее получат единицы, те, кто стремятся к Бентли, доходят до этого Бентли, там 1%, все остальные лузеры по своей же системе координат, потому что они не получили, то зачем они стремились, но те, кто получили, они этому не радуются, они в этот момент, когда они получили, они уже стремятся к чему-то другому, то есть, в принципе, та игра, она по-любому пустая, эта игра, которая переводит вечность, она, она переводит вечность, хорошо, значит, надо охранять свои глаза, свои уши, свои, свои, ну, в основном, глаза, в основном глаза, потому что человек блуждает по миру, влекомый сердцем, эмоциями и глазами, глаза видят, сердце хочет, рутиноди делают, то есть, человек увидел, все, гарпун в голову попал, и дальше он об этом мечтает, теперь 36-й, давайте сегодня мы закончим главу, нам два отрывка осталось, ки мотси маца хаим, это уже говорит Тора, что тот, кто нашел меня, нашел жизнь, тот, кто нашел меня, нашел жизнь, вэйафек рацион мэашем, и он вытаскивает свой рацион, свое желание, от Бога, то есть, тут надо понять, как работает вообще человек, человек работает следующим образом, у каждого из нас внутри есть желание, рацион, вот эта сила, пружина, которая нас двигает по жизни, это желание запрограммировано инстинктами, то есть, есть инстинкт самосохранения, есть желание жить, есть желание размножаться, и эти два желания, они являются основой, два главных двигателя, которые двигают человека по миру, желание размножаться, желание выживать, это как бы есть установки по умолчанию, остальное человек, желание свое, он направляет сам, То есть он цепляется за какой-то объект своим желанием, у него есть намерение, например, человек хочет поднять руку, это простейшая модель, я хочу поднять руку, оп, рука поднялась, дальше, я хочу воды, рука пошла за водой, то есть желание, вот это намерение, оно управляет моими действиями. Дальше какой-то человек, он цепляет свое желание и намерение за какую-то цель, он нарисовал себе, что когда у меня будет Бентли, я буду счастлив. Если он Бентли разместил на экран своего компьютера, если он Бентли разместил на всех своих записных книжках, если он думает все время про это Бентли, то его намерение, оно направлено в этом направлении. И намерение человека это та божественная сила, которая есть в человеке, это двигатель, это сила, которая двигает мир. И дальше, если он долго-долго двигается в направлении этого Бентли, его намерения должно хватить на то, чтобы приобрести какие-то навыки для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы научиться коммуницировать с людьми, для того, чтобы... То есть, если у него долго, его намерение его двигает в одном направлении, его рацион вот этот, да, рацион это, наверите, как рац, рац это бежит человек. Вот это желание и бег, это одно и то же. И вот если у человека его намерение направлено в одном направлении долго, то он начинает двигаться по этому пути. Понятно, да, идея? У большинства людей их желание все время скачет с места на место, и им все время не хватает дойти ни до одной вершины. То есть, он так, хочу это, хочу, и у него желание, так как он на нем не концентрируется, чуть-чуть он проехался, ему стало тяжело, забуксовал на горочку, съехал. Куда дальше хочу? А вот это я хочу. Чук, закинул туда намерение, желание, тук-тук-тук, пробуксовал, опять съехал, да. И поэтому большинство людей не достигают ничего в жизни, потому что у них рациона не хватает желания закончить. Единицы, зацикленные люди такие, которые, есть люди, которые целеустремленные, целенаправленные, с долгосрочными стратегиями, они закидывают свой вот это вот желание, гарпун, джжж, закинули куда-то на большую вершину. И они имеют возможность, вот я разговаривал с одним человеком, который продал компанию, там, миллиарды, у него было 2 миллиарда долларов в год оборот, я не знаю, за сколько продал, но был в российском Форбсе. Он говорит, три вещи всего нужно для того, чтобы добиваться успеха. Первая вещь, долгосрочная стратегия на 20 лет, я планирую на 20 лет вперед. У меня есть конкретное, я знаю, что я хочу, и я ни с пути не схожу, это первое. Второе, говорит, мое качество, это рычаг. Я понимаю, что у меня сил мало, это говорит миллиардер. Он говорит, я понимаю, что у меня сил мало, и мне нужно привлечь деньги, людей, мне нужно собрать ресурсы, которые меня будут двигать к моей цели. То есть, и он говорит, я сразу, я начинал бизнес полностью на заемных ресурсах, и сейчас на заемных ресурсах. И он говорит, сила человека определяется тем, сколько он может привлечь ресурсов для того, чтобы двигаться к своей цели. Потому что на своем, он говорит, я, ну я, что может человек сам сделать? И третье, да, третье его правило, это фильтровать информацию. Он говорит, нужно, вот то, что сказал Шлома Меллах, он говорит, нужно все остальное от себя отсечь. Есть твоя стратегия, есть твоя цель, и ты должен только о ней думать. То есть, он научился чисто эмпирическим путем, он выпускник физтеха, он технарик. Он создал некую модель, которая его двигает, он там заработал свои миллиарды, ну не миллиарды долларов, мультимиллионер. Сейчас он себе закинул следующий гарпун на 20 лет вперед, создать технологичную мировую компанию. И он этим занимается, занимается, опять собрал людей, он меня сейчас просто прессует, чтобы я был в его команде. То есть, его технология работает. Далекая цель собрать рычаг, собрать команду людей, ресурсы, не свои, ну то есть, чтобы все тебе помогали. И закрыть себя от всего, что тебе мешает, фильтрация информации. Теперь, значит, но все равно эта цель, она беспонтовая, бесполезная. Ну еще будет одна компания, ну будет не 300 миллионов, а 3 миллиарда. И что изменится принципиально? В его жизни ничего. В какой-то момент он просто умрет, и все. Теперь, что нам предлагает царь Соломон, Бог через него? Тот, кто нашел меня, нашел Тору, нашел жизнь, нашел вечную жизнь. Жизнь физическую, жизнь ментальную, жизнь эмоциональную. В Эйафек рационный ашем. И он берет свое тогда желание от Бога, потому что Бог-то, он сказал, как он Бог выразил свои желания? Это Тора, это заповеди. Если я хочу делать то, что мне Бог сказал делать, значит, Бог мне в этом помогает. Мы с Богом входим в резонанс. Это то, что в Пертеевод сказано, делай его волю, волю Бога, как свою. И тогда он сделает твою волю, как его. То есть ты через выполнение заповеди Бога, То есть ты берешь его рацион, его желание Бога, выраженное в приказах Бога в заповедях, и ты делаешь это своим желанием, и ты входишь с Богом в резонанс. Это то, что он здесь сказал. Нашедший Тору нашел жизнь, вечную жизнь, и вытащил желание от Бога. То есть Вайафек, это вытаскивает желание от Бога. То есть он, понятно, да, идея? То есть он не Бентли хочет, а он хочет максимально выполнять волю Бога. И Бог ему в этом максимально помогает. А так как счастье человек испытывает, когда он получает реализацию своих желаний, то его желания, они все время реализовываются, и он двигается по ступеням счастья от ступени к ступени, от ступени к ступени. Если у него есть страдания по выполнению заповедей, так написано, что чем больше страдания, тем больше награда. Я расскажу сейчас, давайте я сейчас закончу, расскажу коротенькую историю. Значит, у нас уже мы 25 минут, но я ее должен рассказать. Значит, последний отрывок, 36 отрывок в 8 главе, он звучит так. Грешники, они, грешники, они разрушают себя, да? Хомес навшо, то есть они просто себя разрушают. Когда человек грешит, он разрушает свою истинную сущность, и разрушает свою жизнь, и коль мисанай авумавет. И все, кто ненавидящие меня, ненавидящие Бога, Тору и божественную структуру жизни, они что? Они любят смерть. То есть они как бы есть свет, есть тьма, есть добро, есть зло, есть божественное, есть небожественное, да, отсутствие божественного. Это смерть, это просто смерть и исчезновение. Те, кто ненавидят Бога, они любят смерть. Это как бы концовка. Теперь короткая история, что почему люди, которые служат Богу, они всегда счастливы. Значит, было два, два было таких, это я вчера слышал эту историю, значит, было два богатых еврея, да, которые приехали в Иерусалим лет 150 назад, и они начали помогать, то есть богатый человек, в чем его преимущество? Он может свои деньги вкладывать в добрые дела, то есть у него есть рычаг, и он этим рычагом начинает подниматься на более духовные, высоте уровня. Ротшильда, когда спросили, сколько у него денег, он показал только те деньги, которые он раздал на благотворительность. Он говорит, вот мои деньги, они навечно со мной. Все остальное не мое, я умру, этого не будет, я же с собой это не заберу, а то, что я раздал на благотворительность, это мое, это оно уже внутри меня. И было два таких еврея богатых, которые строили дома для бедных, помогали. Одного звали Бройде, а второго звали Вингрид, ну не помню сейчас фамилию, Вингрид, по-моему. Значит, и этот Вингрид, они оба помогали, строили дома для бедных, очень много помогали, но Вингрид говорил, вы знаете, говорит, ну он так любил рассказать это, я уверен, что у меня награда будет больше, чем у Бройде за то, что я делаю. Хотя Бройде делает больше, чем я, а награда у меня будет больше. Его спрашивают, почему? Он говорит, очень просто, говорит, Бройде такой хороший, добрый человек, он, когда видит кого-то нуждающегося в помощи, он прямо, у него внутри все переворачивается, он хочет помочь, он прямо такой, от всего сердца ему помогает этому бедному. А я, говорит, я вообще жаден такой внутри, ну то есть жадный я, я как вижу бедного, кому надо помочь, у меня внутри все переворачивается, я хочу убежать. Я представляю, что сейчас мне придется ему отдать деньги, я так страдаю. Но я понимаю, что в этом смысл жизни, да, то есть мне Бог поэтому деньги дам. И я вытаскиваю эту там золотую монету, я ему помогаю. Я в этот момент чувствую, что мне как будто бы палец я отрезал себе. И говорит, поэтому, так как я делаю это через страдания, я понимаю, что награда у меня во много раз больше, чем у него, который это делает, ну потому что ему это нравится и хочется. Поэтому человек верующий, даже если с ним случаются какие-то вещи, он на них смотрит по-другому. Для него даже вот эти страдания, но если, когда ты идешь к своей цели, то тебе страдания приятные. Я помню в спорте, когда я шел к цели в спорте, так страдания на тренировке доставляют удовольствие. А обычного человека, у которого нет цели стать чемпионом мира, заставь побегать, так пострадай. Да он умрет, он не будет это делать. Понятно, да, идея? То есть, когда ты двигаешься к Богу, когда ты учишь Тору, когда ты выполняешь заповеди, и в этот момент, даже если ты страдаешь, отлично, бинго. Все, дорогие друзья, кто что понял, давайте три вывода. Каждый делает три вывода. Катя, я сделал три вывода. Я сделал три вывода, что круто, что мы учим Тору, что очень классно, что надо больше внимания уделять Мусару. Я сейчас хочу, блин, то есть у меня есть план, может, еще вечером делать коротенький урок. Именно есть самая крутая книга по Мусару, как себя изменять. Называется она «Месила Тишарим», «Путь праведных». Это как, работая над собой, выйти на ступень пророчества. Это самая вообще в этой теме крутая книга. Я хочу сейчас ее начать учить, вот именно потому, что написано «Шиму Мусар» в Эхахму. То есть это главная книга. Теперь второе, что я понял, что надо стучать в ворота. То есть надо внимания уделять божественному. Вот спасибо Евгения Рут. Грек разрушает внутреннюю сущность, сто процентов. И что я еще понял, что надо вот именно принимать решения, исходя из того, что тот, кто делает волю Бога как свою, Бог тому помогает реализовать его волю как свою. То есть очень важно попадать в своих целях, в своих решениях в резонанс с Богом. Все, друзья, жду ваших выводов. Очень рад, что у нас урок увеличивается, мощнеет, сильнеет. Желаю вам благословений во всех хороших, добрых делах, чтобы мы все выполняли заповеди Бога. И Бог, чтобы нам всем помогал. Все, с Божьей помощью, чтобы был у всех прекрасный день. Субтитры сделал DimaTorzok